В эфире самая серьезная среди аналитических и самая аналитическая среди серьезных рубрик программы Галилео, которая называется «Эксперименты». Вот, пожалуйста, на титульной странице известной газеты «Правда как таковая» наш постоянный зритель Мартин Шпунанс напечатал открытое гневное письмо. Он пишет, вот есть такая программа Галилео, и там в рубрике «Эксперименты» показывают всякие дословно баночки-скляночки, бантики-хомутики. Нет, что-то что-нибудь серьезное сделать. Да! Так вот, друзья, сегодня мы вам покажем что-то сверхъестественное и очень серьезное. Я своими, можно сказать, руками, ну, не я, конечно, и не совсем руками, в общем, собрали мы двигатель внутреннего сгорания. Из чего же он у нас сделан? Вот это, казалось бы, обыкновенная баночка, вовсе не баночка, а цилиндр. Да, а это вовсе не провода, а система зажигания. А внутри этого цилиндра, вы видите, два контактика. И если подать на эти два контактика напряжение, примерно 25 киловольт, то там образуется что? Искрическая искра. Точно так же, как это происходит и у вас в автомобиле. Если, конечно, у вас автомобиль внутреннего сгорания. Ну что, это цилиндр. А где же карбюратор? Карбюратор, вот он. Карбюратор – это то место, где из бензина, из обыкновенного бензина, делается, как бы так сказать, пары бензина. То есть бензин, смешанный с воздухом. Мы сегодня это будем делать простым, естественным способом. С помощью обыкновенной ватки. Я купил ее в аптеке. И обыкновенного бензина. Я купил его тоже, естественно, в аптеке. Итак, берем вату и аккуратно ее смачиваем бензином. Сразу по студии распространилась приятная зловония. Знаете, бензин довольно интенсивно испаряется. И здесь над ваткой образуются пары бензина, которые, собственно, нам и понадобятся для нашего двигателя внутреннего сгорания. Значит, основой для двигателя внутреннего сгорания является то, что энергия тепловая переходит в энергию механическую. Как можно нам сейчас здесь с вами увидеть механическую энергию? Очень просто. В качестве поршня мы будем использовать вот эту крышечку, которой мы закрываем баночку. Вот. И через некоторое время подаем зажигание. Грубо говоря, заводим наш мотор. Заводим. Что я говорил? А. Как вы видите, у нас получился однотактный двигатель. Изыди. Друзья, только что на ваших, не побоюсь этого слова, глазах, мы произвели выстрелы, а не, в смысле, мы произвели рабочий ход двигателя внутреннего сгорания. Если вы наберете таких банок, ну сколько нужно, чтобы доехать до Твери, ну много нужно, да, но банок 500 таких набрать побольше, выставить их все в сторону Твери, встать перед банками и зажечь зажигание. Можете оказаться, в принципе, и в Твери. Вот. Но самое главное, что вы должны помнить, когда будете заниматься такого рода экспериментами, 25 киловольт никогда, никогда не пробуйте на язык. Продолжение следует...